Продолжение следует... Просто одни круги, они не на ушах, а на висках. Понятно, все выходит. Возьми ручной скэнер Плеяд, просканируй еще раз. Да, все вышло. Берем это все, что вышло в сетку серебряную. И вместе с тонкой копией Мариной поднимаемся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Марину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она не слышит нас. В голограмме это купол, который закрывает ее, и он почему-то крутится. То есть она крутится внутри него. Хорошо. Силом его намерения этот купол выходит, формируется в шар. И силом его намерения я отправляю этот шар в клетку-тюрьму. Он не шар. Он вышел, но он не шар. Он как ее копия в клетке стоит сейчас. Хорошо. Марина, вы меня слышите? Она слышит, но я тяжела, она дышит тяжела. Хорошо. Нам нужно ваше согласие на работу. Вы даете свое согласие на диагностику и чистку? Она кивает, но она очень тяжело дышит и на горло показывает. Хорошо. Давай сделаем так. У меня что-то есть там выдавили из горла. Да. Все, что у нее в горле сейчас чужеродное подсвечивается и пульсирует. Вещь четко и ясно. Это такой шар вышел. Темный, черный, горло. Отлично. Отправляй этот шар в клетку-тюрьму. А, да. Она слышит. Она говорит, почистите меня. Ей легче еще без шара. Хорошо. Делаем специальную клетку. Среди клеток одна клетка, куда пойдут интерференты. И усиливаю эту клетку в герц. Один, два, три. Даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Марины, под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки чужеродной энергии. Любые воздействия от них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становятся ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Марины, находит все. Ну, клетка мимикрирует. Я понимаю, что это драго. Хорошо. Но она мимикрирует, он появляется, исчезает местами. Я тебе даю один шанс сейчас проявиться. Если ты этого не сделаешь, я тебя сожгу паразит. Он проявился. Хорошо. Кто еще? Ира, какие-то малейшие воздействия, ты мне только скажи. У меня здесь нет воздействия, он проявился, стоит. Она защищена клеткой, я просто пока никого больше не вижу, иду вниз. Демон здесь, все. Какой демон? 16. Демон, у тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Мне нет. А что ты здесь делаешь туда? С кем у тебя есть контракт? Он показывает, руки у нее от рук идут вниз к ногам. Черные веревки, такие как веревки, но они черного цвета. Ну, это его подключки, но... Удобно ему, потому что она как робот, он показывает на эту копию вторую, то есть купол, который стоял и крутился внутри. Очень удобно ее дергать, дергаешь. То есть ты воспользовался случаем, у тебя не было никаких причин, тебя никто не призывал, у тебя нет никаких контрактов по роду. Ты просто использовал момент, я правильно понимаю? Я тебе говорю сразу, говори мне правду, потому что я ее узнаю. Если я ее узнаю, и ты меня обманешь, я тебя накажу. Что такое строгие? Нет у меня контрактов с ней. Работа у меня такая. Начинаем с реверса энергии в процессе работы, я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Марины спроизвировать все энергетические и сферические каналы к Драгу и Демону 16 Гц, а также ко всем подключкам Драгу, находящихся в клетке. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Сколько находился Демон в этом биополе? Да недавно я совсем, пару лет. Сколько ты находишься в этом биополе? Я второй раз спрашиваю. Всего три раза спрашиваю. Два года. Два года. В квартире присутствуешь? В доме на улице гуляю. Кому-нибудь подключен из детей? Нет, а зачем мне детей? Я 16-герцовый Демон. Переходим к Драгу. Какие цифры над головой Драгу? Вера, считай его информацию. 1-0-0-1. Драгу, ты сегодня пытался нам мешать работать, не так ли? Небозвуки идут какие-то, как треск такой. Выстраивается прям канал от этого Драга к другим, а то есть с ним, с кем он связан, притягивая всех в клетку тюрьмы, стоять в клетке тюрьмы, если такого есть. Но он ни с кем не связан в отношении к Марине, он связан со своей цивилизацией, притянуть ее в клетку мы не можем. Мы не можем притянуть ее в клетку, но мы можем уничтожить Драгу. Вполне. Итак, ты перестаешь сейчас трещать и начинаешь отвечать на мои вопросы. Сколько ты находишься паразит в этом биополе? 15 лет. Сколько? 15. Здесь идут по цифрам, то есть около 15 лет. У тебя есть контракт с ней? Да, есть. Какой контракт? С прошлой жизнью, с этой жизнью? С этой. Условия контракта. Когда ты подошел и что-то ей предложил? На что она согласилась? Она прекрасное будущее хотела. Я осуществила ее мечту. Она мою. Он на копию показывает, которая стоит. Сканер, дай мне полонтой души Марины на настоящий момент. Она 82 и она стекает медленно к 81. Вот цена этого контракта. Итак, где 19% души? На копию он показывает, но она не вернется реверсом. Контракт должен быть аннулирован. Конечно, будет аннулирован. Я сейчас спрашиваю Марину. Марина, у вас заключен контракт с цивилизацией Драго. Вы в курсе о таком контракте? Осознанно вы заключали его? Вы знаете о его существовании? Она не заключала его осознанно. Она о нем не помнит, но она помнит, когда у нее вот эти круги на голове появились. Она стала слышать какие-то звуки, вот такие шумы. Сейчас она понимает, что это были какие-то команды, которые она делала. Но она их не понимала, Осознанно. Нет. Хорошо, мне этого достаточно. Как с реверсом, Вера, закончился? Да. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Марина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли. Возвращает Марина себя обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Забираем из всех артефактов Драго. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте Марины находится, по праву забираем назад. Опиши. Он блокирует часть. Кто блокирует? Не то, что блокирует Драго. Так как есть контракт, он имеет право реагировать на все, что происходит. Так, Драго. И он делает потоки очень тонкими. Хорошо. Драго получает удар. 500 тысяч герц. Удар. Следующий я подниму до 5 миллионов. Если ты сейчас не прекратишь паразит. Но он недоволен. Удар. Еще раз. 500 тысяч. И он не понимает, почему ты это делаешь. Я тебе сказал. Он понимает, но у него контракт. Реверс ты должен провести до конца. После этого перейдем к аннулированию контрактов. Если ты мне будешь мешать работать, я тебя сожгу. Мне это самый легкий вариант будет. Даю команду на счет 3. Мощный поток пошел назад. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли, возвращает. Марина себе обратно на хозяйка своих энергий. Забирает частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что украл у нее Драго. Все, что находится в артефактах, все забираем назад. Я не смогу тебя рассинхронизировать с этим контрактом. Это да. Но это реверс энергии. Ты обязан его выполнять. Он не обязан. От него идет информация. Пока у него есть договор и контракт, он работает честно. Отдолбишь ты его нечестно. И если его жизнь закончится, это будет объявление о военной цивилизации. Хорошо. Значит, тогда как ты хочешь, так и будет. Ты, паразит, зашел сюда обманом. Он не отдает энергии назад? Каким обманом? Он выполнил то, что было в договоре. Она не без понятия. Она не в курсе твоих контрактов. Она тебя не призывала. Ты вошел обманом. Короче, Драго, слушай. Мне начинает это реально надоедать. Так, Вера, останавливай этот реверс. Перехожу сразу к аннулированию контрактов. После аннулирования контракта ты получишь полностью, полную программу. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями. Марина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать. Она уже взяла, поэтому она здесь, да. Я говорю в слухе, а тонкая копия повторяет за мной. Я. Проглашением к контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. На неосознанное сразу вышел контракт. Он как ртуть холодным цветом таким. Пусть повторяет за мной. Внутри власти моего суверенного я. По закону свободы воли души и закону права распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. У нее от копии, которая стоит в клетке, идет через этот контракт возврата. Усилие все в 50 раз. Не возвращается свет, энергия, часть души, голову идет, грудь, по чакрам идет. Хорошо, ждем. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты договора уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Аннулированы. Все, Драгу, твоя песня закончилась. На этом месте. Переходим к реверсу энергии. Фильтры с золотой сеточкой установлены в порядке реверса. Марина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию, а брата пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Забираем из всех артефактов. Драгу. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на ее чистоте находится мощным потоком, пошло назад. Усилие потоки в 100 раз. Все, до 100% назад. От него идет 2% души. Он сказал, что это подарок, но сейчас она возвращается к ней полностью. Все остальное вернулось через контракт. Что значит подарок? Договор был такой с самого начала. Это 2%, а не как две крошечные точки такие были, которые он держал при себе. Хорошо. Свои копии. Скеннер, дай мне полную душу, Марины, на настоящий момент. Что сейчас? 100. Да. Как-то я слабо слышу. 100%. Хорошо. Реверс закончил. Дожди, реверс идет еще. Готово. Начинаем с вытаскивания, что осталось. Демон, выходи, снимай все, что ты оставил на своей чистоте, отключайся полностью, возвращайся назад. Он снимает эти веревки у нее с рук, и он показывает, что ей легко манипулировать. Почему? В чем причина? Ну, во-первых, она ослаблена контрактом, а во-вторых. Была, да. Она ищет путь и верит всему, что ей говорят. Критическое мышление. Но не просто верит, она визуализирует. И это легко. Например, в моей веревке она представляет с цепями. Да, верно. Так она чувствовала себя и увиделась с цепями. Я сразу понял, что речь идет о демоне. Мне просто было непонятно. Критическое мышление пока и анализ еще никто не отменял. Его надо обязательно применять и чувствовать, какие ложные... Она была в поиске. Я понимаю, да. Этот поиск привел ее сюда. Понятно. Он все снял. Хорошо. Демон, скажи мне, есть ли лярва в биополе? Ну, у нее сильное затемнение вот на этих частях, где были подключки. Это область висков. Хорошо. Хочешь забрать все затемнение? Да. Разрешаю тебе. Забирай и возвращайся назад. Готов. Сканер, просканирую сейчас Марину на чистоте Драго и всех подключек, находящихся в клетке тюрьмы. Не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? У нее есть как плата небольшая. Вытаскивай эту плату, отключай ее полностью. Выводи ее из биополя. Это затылочная часть и шея такая на прямоугольную. Готово. Отправляю в клетку тюрьму, выстраиваю канал от Марины к этой плате, и Марина реверсом отдает все негативные патогены, что она получила от платы. Значит, три, один, два, три. Пошел мощный поток отторжения. Все возвращаем назад. Что идет, Вера? Найдет эта энергия, как ртуган. Металлическая ртуган. Да. Это... Немного. Готово. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Марина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все мощным потоком возвращается назад. А получается, ей возвращается как биоматериал на то место, где она стояла. Конечно. И из-за этой платы у нее скапливался этот шар, что ли, из-за нее. Это как радиоактивный какой-то шар, из-за которого она плохо дышала сначала. Даже радиоактивный. Вот как. На эта плата влияла, и она, эта вся энергия, она накапливалась там. А что вернулась назад? Что назад вернулась? Биоматериал. Биоматериал. Отлично. Закончилось? Да. Даю команду на рассинхронизацию Марины с демоном, его артефактами, драго, и всеми артефактами, находящимися на его чистоте в клетке тюрьмы. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Танкая копия боится его. Не надо бояться его. Не надо его бояться, Марина. Вы его больше не увидите. А он не увидит свободу. Очень долго теперь. Любое деструктивное действие должно быть вознаграждено. Не так ли, драго? Готово. Вообще, по идее, его надо военным отдавать. Хорошо. Поехали дальше. Включая внутренний белосет Марине, этим сетом она выдалит из себя все негативные патогены, низкоэбберационные чужеродные остаточные энергии на частотах интервью. Референтовый их подключик. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Все, до 100% выдавливается. Да, и шар. Открывая воронку в галактическое ядро под ним, уходит на переработку, закрывая печат и растворяя. Дай команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Здесь и драго идет информация, что кому бы ты меня не отдал, я работал по контракту. И контракт был в двухсторонних. Он говорит, что когда вы обращаетесь, но он не хочет назвать это, он говорит крылатым. Чем тебе наши крылья не нравятся? То есть имеется в виду архангелы. И вы ведете жизнь в муках мучительную, в постоянных недостатках. Или же приковываете себя к Грегору и просите. И я же дал красивую еще свою жизнь. Так что кому бы ты меня не отдал, я работал по контракту. 19% души. Она о твоем контракте не слышала вообще. Есть люди, которые вызывают таких, как ты, сущности и пытаются получить благосостояние, получить деньги, получить власть, получить что угодно. Я знаю, вы приходите. И это законно, потому что они вас просили осознанно. Здесь ты пришел обманом. Об этом идет речь. Я пришел на просьбу. Она была не к тебе направлена. Хорошо. Итак, Вера, где мы остановились? У меня уже надоедает этот разговор с ним. Мы проверку закончили. Они разговоры, это информация, которую я не дал до сканера. Закончил проверку, она чистая. Помогаемая энергия стегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Сжигая все каналы, открывается оборонка в галактическое ядро. Канал улетает на переработку, закрывая печат и растворяя. Мы встречались с Драго с теми, кто добровольно заключает контракт. Я видел эти души, которые добровольно просили. Я видел тех, кто стоят за теми, кто воздействовал на других людей. Тоже стоит ваша цивилизация. Этим людям вы даете какую-то определенную власть. Я очень много информации имею, которая мне позволяет сделать заключение, что ты являешься паразитарной сущностью. Если бы ты пришел на осознанно какие-то просьбы, я бы ни слова тебе не сказал. Он мне сказал, чтобы спорить с тобой. Он просто выдал информацию. Твоя информация принята. Хорошо, мы закончили. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю. Драго. Тысяча первый. Пятнадцать лет находился в биополе. Заключил обманом контракт, который аннулирован. Вернули девятнадцать процентов души. Он очень самоуверенный. Она ни о каком контракте не помнит. Безусловно, человек, душа могла сделать какую-то ошибку. Но она попала именно на ту сущность, которая вот здесь стоит. Что еще есть у него? У него находятся наушники, которые он ей одел на голову. Шар-купол он вокруг нее установил. Установил ей плату на затылке. Установил в горле еще какой-то шар. Все это находится в клетке. Все вернули. Все забрали, все вернули. Мы забираем его и наушники, остальное уничтожить. Благодарю тебя. Как заберут, скажешь, я уничтожу. Да, готово. Хорошо. Открываю воронку в галактическое ядро. В клетке тюрьмы, где находятся артефакты. Драго. И все артефакты уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, демон. Твоя очередь. Я тебя сейчас отправляю в дом, как я сказал. Ты это понял, да? Да, все понял. Открывается портал в дом Марины. Демон уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Да, Марина. Выбрали самую сильную сущность из всех, которые мы встречали. Или она вас выбрала, не зная как. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Марины. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Для таковой силы было проявляется. Наверное, магия сейчас выйдет, Драго. Нет, здесь есть разъяренная женщина, но она сама себя разъяренная. Не вижу, чтобы она делала магию. Здесь есть слова. Слова в ее сторону. И она вошла в ее биополит. Злые слова в ее сторону. Она как плюет ими. Это ее ослабляло раньше. Чем больше она о ней думает, тем больше ее сплавляет. Они как через время эти слова висят. Интересно. Значит, на нее кто-то проклятиями кидался, да? Или плохими словами? Она выплевывала их. Выплевывала. Хорошо. Эта женщина живая сейчас? Давай поставим монитор. Сейчас живая. Живая. Отлично. Хорошо выстраивается прямой канал от Марины к этой женщине. И она реверсом отдает всю эту магию назад ей. Одним большим комком. Один, два, три. Вся эта чернота возвращается назад адресату. Тому, кто послал, получает все назад. До 100% не больше. Здесь эти все слова ярость. Это ее ненависть вернулась к лобоку и ушла к ней. Все. Убираю этот канал. И убираю монитор. Поехали дальше. Переходим на чистоту. Пошел подъем. Да, готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Марина, мы закончили Вашу чистку. Как Вы себя чувствуете сейчас? У меня совершенно новые ощущения в груди. Я чувствую гармоничность себя и какие-то точки, которые эмоционально делают меня стабильной. Это Ваши родные энергии. Так они ощущаются. После этого сеанса мы перешнем рекомендации. Выполняйте эти рекомендации. Заполняйтесь энергиями. Контролируйте эмоциональное состояние. И никогда во сне ни о чем никого не просите. Мой Вам совет. Мне очень приятно и тепло внутри. Отлично.